перед тем как я начать я на самом деле пошел по предприятиям по чебоксарском и сказал что там мне были как бы связи получается там наработанные я кал давайте как бы я предложу вам как бы лучше условия там до чем вы работаете там по оппозиции там по поставкам кран там комплектующие да например как будто так произошло это кида давай мы тебя знаем хорошо ты работать будем работать потому просто как я открыл бизнес многие из них сказали что что ты один а мы работаем с крупными компаниями этой маленький и с тобой работать не будем и пришлось все с нуля как бы работать начинать сперем занимаясь нам только продажей комплектации потом один клиент второй клиент мне говорили а может нам изделие там уже сделать да там собрать ну мы такие ну давайте попробуем мы начали там что-то с опытных образцов получается там да там и вот так постепенно постепенно мы начали как то домофона собирать то релей на защиту автоматик то шкафы какими соберем там начали вот так вот немножко уходить в производственной цепи уже ребята прислали просто там кучу схем сказали нам нужно сделать там очки виртуальной реальности получилось на чебоксарах свои получается мы помогли им разработать они сделали очки виртуальной реальности вот уже нашего производства получается конечно они там смотрели как бы на западные образцы да там но все равно смогли сделать могут мы помогли начиная от идеи мы занимаемся поставками импортных электронных компонентов комплектующих там печатных плат электронической продукции и сборку уже готовых изделий непосредственно уже на производственные предприятия но вообще наши потребители то есть только будем поставляем да это производственное предприятие которое производит электроническую продукцию на этой части то есть такие заводы упомнится который производят там различную технику там как мы не бытовую а производство промышленного солом назвоить этом реле защита автоматика автомобильная тематик уже слегка там домофоны различных на там то есть такую различную технику там счетчик электрическая энергия получается там такие кто производит в этомawl Suchan nahmna вообще вот это наши клиенты и мы представляем им получает комплектацию, что туда входит в состав этого изделия. Хорошо, что у нас в Чебоксаре, у нас все-таки электротехническая отрасль сильно развита, в наше предприятие тоже входит электротехнический кластер, и поэтому у нас проще с этим делом найти человека, который в этом разбирается. Даже вот монтажницы и в такой план сборщиков найти их можно. Ну и обучить тоже есть такая вероятность, что мы иногда берем там молодежь и обучаем их тоже. У нас невозможно так вот открыл бизнес, да, теперь там проработал два года, а потом пойду, сейчас на островах буду жить, а здесь будут люди работать. Такого не бывает на самом деле, и поэтому нужно руку на пульсе всегда держать, и бывает и всегда излеты, и падения, и хорошие заказы, и заказов нет. Например, конечно, бывает, у нас такое тоже было, и было несколько раз желание и закрыть, и люди подводили, и сотрудники воровали, и всякое бывало, конечно. Помню первый раз, когда решил взять отпуск через несколько лет, получается, через года два, три, я взял на неделю отпуск с детьми, а у меня был руководитель его продаж. Я приехал, а он, короче, базу слил, получается, побежал, открыл сам свое предприятие и начал работать, как бы, то есть, там, типа, вот и уволился, получается, там, то есть, ну, это я потом-то все это понял, получается, всю схему, но это ничего, как бы, это его уже, там, время, как бы, его, там, меня, там, не поддержала, там, семья, я помню, когда я начал, как бы, да, там, денег у меня не было ни на что. Я помню, я, там, взял в Сбербанке кредитную карту, в которой был лимит 60 тысяч, ну, вот это кредитная обычная, с нее платил зарплату сотрудникам, самому денег, как бы, не хватало, получается, на что бы на семью, там, ну, вот так вот я начинал, лимит увеличился, там, мне кажется, конечно, лимит, там, до 200-300 тысяч мне дошел, когда я, там, постоянно брал, клал, брал, клал, брал, клал, получается, а сотрудникам-то надо обязательно зарплату уплачивать в любом случае. Вот изначально, когда, вот, я только бизнес начинал, я такой мечтал, там, о большой компании, где работают, там, 200-300, 500 человек, там, тысячи, да, там, но сейчас, вот, со временем, все-таки, все это меняется, в любом случае, да, там, и сейчас у меня, там, и жизнь вообще поменялась. Я считаю, сейчас все по-другому, сейчас, как бы, лучше, меньшее число людей, ну, эффективное, да, предприятие, там, автоматизировано очень сильно, да, хорошо, как бы, то есть, ну, оборотка очень большая, это намного лучше, чем, нежели, там, у тебя, там, 200-300, то есть сейчас бизнес уже количеством людей, он не измеряется, у нас же не, не рабы, там, да, там, которые, там, кувалдами стучат, там, чем больше людей, тем больше работы сделано, да, там, все-таки. Вот, сейчас, все-таки, процесс больше идет в автоматизацию. Мы, например, раньше брали очень много, там, операторов, там, на телефоне, которые сидели вот тут и звонили, получается, там, по нескольких человекам, сразу, там, новым клиентам общались с ними, там, предлагали сотрудничество, куча, сейчас мы этого не делаем, у нас есть роботы, которые обзванивают клиентов новых, и, как бы, то есть, человек, там, нажимает, если заинтересовался, там, один, и к нам сразу приходит сообщение, нужно позвонить этому клиенту. Я изначально всегда вот такой открытый и считал, что нужно, как бы, пойти, там, спросить, если что-то, не знаешь, да, там, бизнес-инкубатор наш, например, он изначально всегда устраивал, там, различные тренинги, семинары, там, обучение. Я вот всегда посещал, потому что я понимал, что у меня знаний своих не хватает, надо было с чего-то начинать, учиться, бизнес – это совсем другая тематика получается, да, там, тут книжку прочитаешь, и для этого бизнес построишь, такого нет. Новый продукт я хотел запустить, посмотреть вообще, и изучить про рынок, в любом случае нужно, да, там, конкурентов все полностью, вот, и я обратился, и нам разработали полностью, полностью весь маркетинговый план по изучению этого рынка и вообще направлению, чтобы есть, в смысле нет, там, все это дело разложили по полочке, конкурент показали, там, у меня вот есть такое маркетинговое исследование, и я понял, что там, ну, рынок очень будет трудно заврать, поэтому надо еще подумать. Центр экспортной поддержки, который помогает выйти на внешние рынки, микробизнесу, трудно, там, отдать, там, 200-300 тысяч сразу, там, за участие в какой-то выставке, там, за какой-то площадь, там, ну, 10 квадратов, примерно, да, там, когда сфинансируется государством, это очень большая помощь, в принципе, там, когда можно, там, за уже не 200-300, а 20-30 тысяч, получается, и отправить, там, сотрудника, там, да, там, пару сотрудников, для того, чтобы они уже поучаствовали. Мы так участвовали и в Москве, и в Екатеринбурге. Когда ты уходишь в бизнес, ты можешь посмотреть, на что ты способен вообще, в принципе. Собаков, как бы, в бизнесе нет, я думаю, вот, потому что тебе вызов, судьба каждый день преподносит то или то, и это, там, с поставщиками работы, там, с сотрудниками, общаться с клиентами, да, и поэтому ты, как бы, бизнес это такой. Нужно быть очень сильно направленным таким человеком, серьезным, как бы, и каждый день вставать и бежать на работу, решать вопросы. Очень много сложных ситуаций. У меня там было всяких разных, там, и проверки, там, органов, соответственно, тоже проверяли нас, там, различные органы государственные, как бы, то есть все в рамках закона, конечно, да, все нормально, но в любом случае, это нервы, как бы, предприниматели тоже, да, потому что нужно все показать, там, и отвлекает немножко от работы, но это нормально, это нормальный рабочий процесс, к этому потом относишься уже более спокойно, с пониманием, потому что все выполняют свою работу. Мы планируем на следующий год еще участвовать в проекте выращивания, это когда, это тоже по господдержке, есть проект такой, сейчас он начальник, пытает выращивание, где при помощи государственной поддержки можно попробовать уже реализовать и цели предприятий выйти уже на среднем предприятии. Они помогают там, как бы, то есть и вливанием, получается, и, там, обучением, да, и многим другим, и, получается, можно уже попробовать в пучентах-а curse для крупных предприятий там уже и попробовать перейти в стандарт, в разрез уже, там, в среднем предприятии. То, что мы уже столько лет, это он говорит, что мы не закрылись, потому что на моих глазах очень многие предприятия, даже очень крупные, они позакрывались. Мы остались в своей нише, в своем направлении, и столько лет работаем. Это говорит о признании наших клиентов, которые нам платят за нашу работу. Мы какую-то полезность им приносим хорошее. Продолжение следует...